Мир вам, уважаемые телезрители христианского телеканала «Инпакт». Мы рады вас приветствовать на христианской программе «Влияние». Меня зовут Геннадий Сагун и честь имею сегодня вести телевизионный эфир вместе с автором и исполнительным композитором Роман Ващук. Роман, приветствую тебя. Добрый вечер, Геннадий. Краткая визитка. Роман Ващук приехал к нам из города Киев, Украина. Женат, супруг зовут Роза, у них двое деток, Натан и Милана. Автор и исполнитель имеют два сонных альбома и также один альбом вместе с музыкальной группой «Гефсиманский сад». В своем репертуаре имеют песни на украинском, русском и английском языке. Роман, у меня такая возможность есть у тебя расспросить о твоем творчестве. Плюс ко всему я считаю, что ты уже как состоявшийся музыкант, исполнитель, можешь быть в роли сегодняшнего критика, христианского критика, который тоже мне поможет разобраться во многих вопросах. Первый вопрос хочу спросить у тебя. Расскажи кратко за пару минут о себе. У кого родился, у кого учился, на ком женился, как принял Христа и в каком служении ты состоялся? Вы знаете, что родился я в 1978 году в Киеве. В семье у меня отец художник был. Он умер, к сожалению, буквально три месяца назад. Мама моя занималась газом. То есть она работала в компании, которая занималась газом. Конечно же, благодаря отцу, благодаря тому, что он творческий человек был, благодаря тому, что я видел книг, очень огромное количество о живописи, о музыке, книг религиозного характера даже. Я интересовался с самого детства творческого. Я смотрел много картин, я смотрел и слушал много разных пластинок, которые также у нас были дома. Поэтому благодаря моим родителям я пришел, в принципе, и в школу музыкальную. Мне было где-то лет 12, наверное, когда я пришел по классу гитары в музыкальную школу в Киеве, которую в конце концов закончил. Поступил в университет. Поэтому у меня высшее образование музыкальное. И для меня было это очень интересно. И я участвовал в группе, которую вы сказали. И, конечно же, говоря об этом всем, я хочу поблагодарить Бога за своих родителей. Потому что то, что вкладывалось в меня, и та вся поддержка, которая была, это было из их сердец. Расскажи, пожалуйста, как ты встретился с Господом, как ты встретился с супругой. Тоже интересно. Для тех, кто с тобой еще пока мы не знаком, нас эти вопросы тоже хотели услышать. Я пришел в церковь в 93-м году. Как это случилось? Я очень много всего читал. Читал совершенно разную литературу. Читал и философию, читал и психологию, и художественную литературу. Такие религиозные книги. И, как бы, имея достаточно литературы дома, мне было интересно познакомиться, как это реально существует. Как существует церковь. Во что люди верят. Как эта вера выглядит в реалиях жизни. То есть не просто то, о чем пишут, а как люди живут. Мне было интересно. И ты сам пришел в церковь? И меня пригласили в церковь. Пригласили все-таки. Да, поэтому обращаясь к людям, которые занимаются евангелизацией, что это работает все-таки. И брошюры работают, и люди, которые стоят на улице, это тоже работает. Меня пригласили в церковь, я пришел, я познакомился с людьми, я нашел единомышленников, и буквально в течение двух месяцев я покаялся. Слава Господу. Два месяца я пришел к Богу. Женат я на Розе, которая была в церкви, когда я вел прославление, я ее увидел в зале и обратил на нее внимание. Конечно же, мне было очень интересно пообщаться с этим человеком. И на следующий день был пасхальный концерт, в который я принимал участие, и организовал его. И вот мы договорились увидеться, дружить, общаться. И буквально через год она была моей женой, и мы уже служили вместе. Она занималась с детьми, ей очень нравятся дети. И у нас сейчас двое детей. Поэтому это служение для нее сейчас является круглосуточным. И она получает удовольствие, и мои дети также. Роман, вспомни, пожалуйста, тот момент, когда ты принял решение, что вот это есть мое служение. Ты уже знал, что ты будешь в музыкальном служении, потому что у тебя было образование, способности. Или какой-то был случай, ну, не знаю, пастор с тобой поговорил. Или вот супруга тебе сказала, что я видел, я точно знаю, что это твое. Вот момент, вот можешь вспомнить, когда ты принял решение, что в этом служении я буду участвовать в церкви для Господа? Вы знаете, я когда пришел в музыкальную школу, мне уже сказали, что у тебя предостаточно задатков, предостаточно талантов, которые нужно просто развивать. Я занимался этим с 12 лет. Я пел во дворах разных, меня приглашали с гитарой, я пел совершенно разные песни, которые были в то время популярны. Поэтому, когда я пришел в церковь, конечно же, один из пастырей сказал, что вам нужно создавать группу, как мы и сделали. Мы создали группу «Гефсиманский сад», нашлись единомышленники, которые хотели создать какой-то глобальный проект, который бы можно было использовать в тюрьмах, в воинских частях, на светских концертах. Что и происходило. Мы выступали совершенно в разных местах. Мы выступали и в интернатах, мы выступали даже в таких... Напомни, пожалуйста, какой это год был. Это как раз, когда пришла свобода. Какой это год был? В 1995 году мы выпустили первый альбом. И он назывался «Начи сник». Этот альбом назывался «Начи сник». У нас были свои песни, и мы играли песни, которые были вот такими вот известными, и мы играли в свои интерпретации. И в то время существовало еще несколько команд, которые выступали, и мы с ними принимали участие. Во многих евангелизационных таких событиях. Даже на светских концертах. Вот мы знакомились с артистами, известными. Ну, нет смысла назвать... То есть, Роман, насколько я понимаю, что как раз было хорошее время, когда ты пришел в церковь, и как раз была нужда в хороших музыкантах. Поэтому сразу же тебе возможность появилась играть в группе прославления в церкви. Сразу же возможность предоставилась организовать музыкальные группы, которые сразу же активно начали участвовать в демонстрационном служении, как раз пришло пробуждение в Украину. Поэтому как раз в хорошее время ты попал. И в правильное время. Если я тебя спрошу, вот что тебе сейчас на сердце, может быть, чтобы ты для нас исполнил? У меня на сердце есть такая песня. Знаете, я пою, как правило, свои песни всегда. То есть у меня в моем репертуаре есть несколько народных песен. Зачем ты их взял в репертуар? Зачем я взял песни? Ну, народные в репертуар. Зачем? Зачем я взял песни? Просто хотелось их спеть. Все, убедил. Знаете, есть твои песни, которые ты вкладываешь эмоции, ты вкладываешь чувства, когда ты их пишешь, вкладываешь смысл, который ты прожил или прошел. А есть песни, те, которые знают целая страна или же много стран. Очень известные песни. Вот те песни, которые я пою, даже они стали народными, они имеют автора. То есть они тебе помогают на евангелизацию? Они помогают на евангелизации и они помогают показать свой взгляд на известную уже во многом песню. И у меня есть песни, в которых даже некоторые очень известные продюсеры в Украине, которые работают... Все, заинтриговал, поверил. Они просят петь эту песню. То есть вот я пою «Чернобрывцы», допустим, мне она очень нравится. И, к сожалению, она очень созвучна, потому что именно с последним временем, потому что моя мама, она буквально 9 месяцев назад отошла к Господу. И эта тема мамы, тема Родины, она очень такая близкая, поэтому эта песня цепляет людей. И не только на евангелизации, но и в церкви. Хорошо. Я хочу исполнить песню «Сейчас», которая написана достаточно давно, и многие люди ее знают, ну, я имею в виду в церкви, но она имеет мою интерпретацию. И я просто хочу поделиться этой интерпретацией. Эта песня мне нравится, и хочется исполнить ее. Пожалуйста. Мой в небе дом. Мой в небе, край родной, мой в небе дом. Там мой отец благой, мой в небе дом. Я странник на земле, мой в небе дом. И вижу, как во мгле пока свой дом. Отчизна моя в небесах, Там Бог мой сияет в лучах, Готовит обитель свою Мне в светлом блаженном раю. Струится живая река, Покой там, на злачных полях, Стремится и рвется душа К отчизне моей в небесах. Недолог путь земной, Мой в небе дом. Хоть тяжек жизневой, Мой в небе дом. И все пройдет, как сон, Мой в небе дом. И буду я с отцом, Мой в небе дом. Отчизна моя в небесах, Там Бог мой сияет в лучах, Готовит обитель свою Мне в светлом блаженном раю Струится живая река, Покой там, на злачных полях, Стремится и рвется душа К отчизне моей в небесах. Покой там, на злачных полях, Стремится и рвется душа К отчизне моей в небесах. К отчизне моей в небесах. К отчизне моей в небесах. Слава Господу! Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях Роман Ващук из города Киева. Автор, исполнитель, композитор. Сегодня мы имеем прямой эфир, общаемся, сдаем вопросы и получаем самые интересные ответы. Роман, ну, ты в церкви уже больше 20 лет, поэтому я думаю, что можно тебя как критика тоже попросить. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать христианский исполнитель нашего времени? Знаете, слово критика, такое сложное слово. Я думаю, что, наверное, как советника порассуждать. Давайте порассуждаем. Давай. Но все-таки качество. То, что тебя располагает, и то, что тебе может неприятно. Ваше слово, оно очень мне нравится, потому что слово качество, это не слово количество. То есть нужно обладать именно качествами. Качество – это то, над чем ты работаешь, то, во что ты вкладываешь свое время. Качество – это твое время, которое посвящено этому. Качество – это те фонограммы, которые ты делаешь. Качество – это слова, которые ты пишешь. Качество – это то, где ты выступаешь. То есть, насколько твое служение является глобальным и является направленным к цели. То есть, допустим, я представляю себе, что христианский исполнитель, как вы сказали, это тот, который поет не только песни прославления, а вот песни мангелизационные, которые можно использовать где-то в таких проектах глобальных, которые, проекты благовестия, как они называются, то он, конечно же, должен думать о том, чтобы это могло зацепить, чтобы это могло сработать на человека, который не с Богом, который далек от Бога. Мы к этому обязательно вернемся. А есть ли качество как человека? Что бы ты заметил? Окей. Конечно же, нужно иметь целеустремленность, постоянство. Постоянство, хорошо. Обязательно, да. Ну, верность призванию, если ты понимаешь, что это призвание, что это то, что Бог в тебя вложил, и то, что Бог дал тебе как талант, который ты раскрываешь, которым ты прославляешь его имя, ты будешь делать максимально для того, чтобы это сделать хорошо и правильно. Хорошо. Нужно ли петь и исполнять то, что нравится исполнителю, или то, что, допустим, эта аудитория воспримет? Как ты думаешь? Какая это? Ну, давай так. У тебя есть песни, которые ты приготовил петь. Ну, аудитория может быть разная, начиная, понимаешь, да? Вот в этом вопрос. Есть разные аудитории. Поэтому я думаю, что должны быть разные песни. Разные песни? И то, что воспримут слушатели? Я думаю, что должны быть песни, которые будут касаться людей там, где ты выступаешь. Допустим, у меня был как-то разговор с человеком, который участвовал в евангелизациях еще, ну, наверное, до 90-х годов, до того, как я пришел к Богу. И известная фамилия, я не думаю, что есть смысл называть их, но вопрос в том, что они делали. Они говорят, что они пели много разных псалмов и гимнов христианских, и люди не останавливались на улице. То есть вот они делали евангелизации на улице, и людей не было. То есть прохожие просто проходили, и все. Хотя пел очень качественно человек. Я, наверное, давай угадаю. Там есть такие псалмы у нас. Пусть к пещере я то не приду, пусть не увижу спасителя. Для неверующего человека это большой вопрос, что за пещера и что за спаситель там прячется. То есть есть вещи, которые для неверующего человека вообще непонятны. Это слова и о чем идет речь. Ты об этом? И об этом, и еще о том, что есть песни, на которые можно словить, как написано, сделаю вас ловцами человека. То есть есть песни, которые можно спеть, то, о чем я говорил, народные песни, которые могут привлечь внимание людей. То есть масса песен о таких ценностях, как семейные отношения, добро, любовь к родине, любовь к маме, отцовство. То есть есть вот такие вот песни. И я считаю, что неплохо. Я не говорю, что это обязательно нужно делать. Но для евангелизации, мне кажется, это обязательно. Ну, по крайней мере, это неплохо. Хорошо, когда есть такие песни, потому что они цепляют людей, они останавливают прохожих, прохожие начинают тебя слушать. И вот тот человек, с которым я говорил, он сказал, что они спели несколько песен народных, и люди остановились. Люди пели вместе с ними. Они знают слова, они знают мелодию. И буквально через пару минут после того, как люди остановились, спев с ними одну-две песни, люди начали слушать те гимны и те евангельские песни, которые они пели. И потом людей легче пригласить в церковь. Потому что они видят, что они тоже знают эти песни, они тоже их поют. И мы их знаем, мы хотим спеть вместе. Поэтому я думаю, что есть разные песни на разной аудитории. Но ваш вопрос был о том, нужно ли петь то, что тебе нравится, или то, что нравится людям. Мне кажется, что в этом тоже идеально найти баланс. Слово не столь любимое мною, потому что баланс достаточно сложное слово в моем понимании. Есть баланс, когда вот посредине ты находишься, вот баланс. А есть баланс вот так, да? То есть точка опоры здесь. А есть баланс, когда вот и с этой стороны что-то есть, и с этой стороны есть. И оно вот так вот как бы. То есть вот такое вот движение. То мне вот этот баланс, который вот я сейчас объясняю, он мне ближе. Потому что посредине находиться сложно. Можно просто делать и таких песен иногда, и таких. И вот как бы научиться маневрировать. То есть понимать, что нужно той аудитории или другой. А следующий вопрос я хочу задать. Как ты думаешь, почему один человек, проханов, написал тысячи псалмов для сборника «Песнь Возрождения» и почему тысячи людей написали всего лишь одну песню и под бурей критики от родных они не смогли написать даже вторую? Почему вот у кого-то получается тысячу, а у кого-то только две? От чего это зависит? Как ты думаешь? Как автор и исполнитель? Вы знаете, я думаю, что у каждого свое призвание, у каждого есть своя ответственность. То есть то, что он сделал, он сделал для тысячи людей. Возможно, кто-то написал, ну для тысяч, да, или там десяток тысяч. Но вот его песни приняли. Кто-то написал одну песню, которую поют миллионы, и такие есть люди. Например? То есть, ну я сейчас говорю о мире, да. Окей. То есть есть песни, которые поют миллионы людей, и не всегда они есть как бы с неправильным смыслом. Иногда это хорошая песня с хорошими словами. Мы сейчас говорим о наших исполнителях. Вот почему люди после критики, после бури критики, они все-таки не начали писать вторую песню? Почему? Как ты думаешь? Ну я думаю, что критика сыграла свою роль. Негативную. Вообще слово критика написано, не суди, да не судим будешь. То есть иногда народ... Вот здесь как хочешь, так и поверни вот это слово. Иногда народ что? Иногда народ, ну как бы называется вот такая диванная оппозиция. То есть они критикуют тех людей, которые что-то делают. То есть иногда фраза, если ты не допускаешь ошибок, ты ничего не делаешь, мне нравится. То есть иногда она работает. То есть человек, который трудится, который строит дом, иногда он делает какие-то ошибки. Он где-то неправильно что-то рассчитал, он потом это переделывает, перестраивает. А тот человек, который просто это рассчитывает, не начав стройку, он так и не построит дом. Есть такое хорошее выражение, которое я в прошлый раз говорил здесь, называется дорогу осилит идущий. И тот, который идет, он обязательно может иметь какие-то сложности, какие-то преткновения на своем пути. Поэтому те люди, которые критикуют, я бы сказал, даже рассуждают или... У нас есть такое интересное высказывание. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Вопрос в том, к чему это направлено. То есть или он хочет просто упрекнуть человека и показать, что он бездарность, понимаете? Или он хочет помочь, на самом деле помочь. То есть мне кажется, что... То есть критика есть разная? Просто есть критика в контексте вообще происходящего, а есть критика, которая просто имеет отношение к эгоизму того человека, который критикует. Что вот, мол, я этого не сделал, я буду критиковать того, кто это уже сделал, потому что я не знаю, как это сделать, а ты начал это делать. Хорошо, Роман, тебя критикуют? Вы знаете, иногда ко мне подходят и говорят какие-то вещи о том или ином, о песне, о каких-то нотах. И для меня всегда это является причиной изменить, передумать, переосмыслить то или иное, то, о чем мне говорят. То есть я вижу в этом конструктив к тому, чтобы двигаться дальше. То есть иногда может, допустим, к тебе подойти 10 человек и сказать тебе какие-то хорошие слова о том, что ты написал песню или сделал клип. И подойти один человек, который скажет и укажет на какие-то сложности или ошибки, или с его точки зрения, субъективно и чисто, на какие-то проблемы в той или иной сфере. И когда ты можешь услышать именно его, чтобы сделать этот продукт лучше, то, конечно же, это работает. У меня есть клип, который я снял, там, Take My Hand на англоязычную песню. И я специально искал критики. Я не искал людей, которые сказали, а у тебя все хорошо, она классная песня, классный клип. То есть те люди, которые это говорили, я пропускал это сквозь, ну, как бы я не останавливался на их мысли. Ты знал, что свои люди всегда тебя поддержат, вдохновят. Да тут вопрос даже не только свои, а вот я искал людей таких консервативных в своих взглядах и позициях, которые скажут, Рома, ты знаешь, вот здесь вот это можно было бы не показать. Это нужно было бы убрать. А над вот этим бы я поработал. То есть таким же образом над песнями. То есть я, когда я записываю песню, я высылаю таким людям, которые профессионалы в своей сфере, звука там, допустим. Я говорю, послушай, как тебе этот звук? Он говорит, окей, здесь есть вот такая, такая, вот такая вот ситуация. Я второму человеку, третьему, четвертому, пятому. То есть у меня есть круг людей, которым я доверяю ихнему вкусу, ихнему профессионализму. И, конечно же, в результате можно сделать такой вот... Качественный продукт. Да, продукт, который будет более-менее объективно звучать хорошо. Роман, то есть, слушая тебя, я понял, что нашим молодым начинающим исполнителям критика никогда не помешает, а наоборот заставит задуматься, может быть, какие-то выводы сделать. И это возможность для того, чтобы что-то еще сделать лучше. Правда? Я так сказал? Я думаю, что для начинающих молодых исполнителей критика... Ты сказал вам всех вообще. Она может помешать. Она может помешать, потому что тех людей, которые начинают, их нужно, наоборот, вдохновлять что-то делать. Когда жена только вышла замуж и сварила борщ первый, конечно же, будет неправильно сказать, что он был невкусным. Соврать нельзя, потому что я сторонник правды во всем. То есть, написано, пускай да будет да, нет будет нет, а все остальное от лукава. То есть, я говорю правду. Но иногда можно не сказать своей жене, что было что-то невкусно. Потому что, если она это только лишь начинает делать, если она уже профи, она сварила их 100 штук, и вдруг получился неправильный борщ. Возможно, у нее сломался там какой-то, не знаю, крышка или какой-то клапан на соль. Ну, там, ну, это солянка или как это называется. Она солила, и она этого не заметила. И потом, сказав это, ты просто купишь новую солянку. То есть, вот так можно помочь. Но если она сделала впервые это, то, конечно же, можно зарезать все ее инициативы, варить дальше борщин. Она скажет, о, мэн, это не мое, я не буду готовить. Вот, я думаю, что одна из причин, почему люди делают одну песню, что слишком много критиканов, которые находят проблемы там в словах, в музыке, в аранжероке, во всем. Мне кажется, что нужно поддерживать человека. Конечно же, если он записал 10 альбомов, там, или хотя бы 2 альбома, да, как у меня, я готов, что мне что-то скажут, там, какие-то будут моменты, которые смогут усовершенствовать и сделать лучше мой следующий продукт. И я очень благодарен Богу и людям, которые меня окружают, что тогда, когда я начинал, я смотрю сейчас свои выступления в Ютубе, там, или слушаю песни, которые я записывал 12 лет назад. Иногда мне просто, я думаю, а, как они это слушали? Как? Для того времени это был самый лучший вариант и самый качественный продукт. Со временем мы понимаем, что можно сделать еще лучше. Поэтому, уважаемые друзья, если вдруг так получилось, что кто-то из вас записал всего лишь один музыкальный альбом, и вы остановились, это значит о том, что рано вы остановились. Потому что шедевры, как говорится, могут с первым альбомом не получиться. Поэтому мы искренне вдохновляем вас двигаться дальше, несмотря на хорошую критику и несмотря на то, что не всегда нас могут поддерживать и говорить так, стараться. Хорошо. Если слушателю понравилась твоя песня, вот действительно, тебе даже, может, кто-то понравился, как исполнял ведение, как правильно нужно вообще музыканта или служителя благодарить? Ох, нужно. Ох, нужно благодарить. Как руку пожать, сказать спасибо, диск купить, я не знаю. Второе. Второе очень хорошо. Очень хорошо работает. Диск. Да, это очень хорошо работает. Хочу сказать, что часто наблюдаю, когда вот даже уже именитые служителя, да, которые там, вот, которых знают, которых слушают, которых любят, таким же образом и исполнители, там, музыканты, певцы, они сделали что-то весьма хорошо. И люди думают, что он и так это знает. Он и так знает, что у него все получилось. Он и так знает, что это было на уровне. И они просто разворачиваются и уходят из зала. Я бы вдохновлял людей подходить и говорить слава Богу за то, что было. Или вы послужили мне благословение. Спасибо, да, спасибо вам. Я бы держал благословение, для меня было слово от Господа. Конечно, то есть не прославить этого человека, а воздать славу Богу за то, что он вложил в него этот талант. И вы знаете, я общаюсь с народными артистами, там, заслуженными артистами. Я вижу, как иногда, и я себе говорю сейчас, что когда что-то где-то звучало, или песни, или клипы, или концерт, и ко мне подходят люди, и благодарят Бога, благодарят тех людей, которые со мной работают, что это прозвучало хорошо, что это коснулось, что это сработало. Мне это очень приятно, и меня это вдохновляет. Потому что я вижу, что это как фидбэк, да, не знаю, как... Ну вот мы понимаем, о чем. Отдача, которая заставляет тебя, я теперь еще буду писать песни, я еще сделаю. Да, то есть как бы есть ответ с той стороны. То есть ты сказал, и есть диалог, не просто монолог, а вот диалог. Поэтому мне кажется, что все-таки профессиональным артистам и начинающим артистам очень важно слышать... Мы сейчас говорим исполнителям. Да, исполнителям. До артистов еще далеко. Да, важно слышать вдохновляющие слова, важно слышать слова, которые будут напутствовать и благодарность от слушателя, что спасибо, это прозвучало хорошо, и спасибо, это то, что принесло нам просто хороший вечер, правильные мысли, хорошее настроение. Спасибо. Поэтому не стесняйтесь, подходите. Подходите, если вы услышали важную пробовать, которая коснулась вашего сердца. Если вы слышали песню, которая просто коснулась каких-то глубоких струн вашей души. Пение хористов. Хор. Прекрасно. Хор, да. Вы знаете, что голос – это универсальный инструмент. То есть каждый инструмент имеет свои ограничения по тембру, по звуку, по чистоте, абертонам и так далее. Голос же, он является самым совершенным, это тоже инструмент. Потому что здесь есть связки, они у каждого разные имеют длину и так далее. Поэтому, конечно же, я вдохновляю, хор мне очень нравится, почему я начал о хоре, потому что это совершенный инструмент, который создан руками Бога. Здесь человек не приложил ничего, он просто учится петь. А что такое правильное? Бель канто, знаете, есть такое слово? Бель канто – это правильное пение, красивое пение. Бель канто. То есть когда человек просто учится дышать, не нужно ничего там химичить, учится правильно дышать и издавать звуки. Вот и все. Хорошо, спасибо. Есть моменты, которые влияют на нашу жизнь. Я вспоминаю такой момент, когда я тоже писал там стихотворения, сразу же их писал на распев, мелодия сразу же была. Я писал только для своей тетради. Потому что в те времена, допустим, там 20 лет назад, ну как-то я так слышал, критика такая, что вот только гордые люди музыкальные альбомы пишут, ну и так далее, что-то подобное. Диски продают. Но однажды я услышал проповедь, пастор Сергей Иванович Пунко проповедовал, и это была, естественно, проповедь на праздник жатвы. И он такой простой пример привел. Говорит, представьте яблоня, на которой много урожая. Она залита яблоками. Все красно, красиво. И яблоня любуется, вот эти яблоки для нее, она такая вот, ну как говорится, картиночка красивая. И вот она все вот так воспринимает, что эти яблоки даны творцом только для нее, чтобы она любовалась, чтобы она была красивой и так дальше. На самом деле яблоня должна понять, что эти яблоки принадлежат для того, чтобы яблоня их отдала, чтобы она кормила других, питала и так дальше. Сто процентов. Роман, после этой проповеди я начал петь и начал записывать песни. Есть и моменты, которые действительно влияют на всю нашу жизнь. Твое пожелание, как человека, который состоялся в музыкальном служении, есть люди, которые пишут твое творчество только для тетради. Вот что бы ты им хотел прямо сейчас сказать в камеру? Вы знаете, я еще по поводу яблок хотел бы сказать слегка, если можно. Да, пожалуйста. Люблю яблоки, люблю сок яблочный тоже. Вот, знаете, есть такое Бернард Шоу, думаю, многие слышали. Расскажи, кто не слышал. Да, в общем, у него есть такая прекрасная мысль, что если ты имеешь, допустим, нас собралось пятеро, пять человек. У нас есть пять яблок. Вот мы возьмем и договоримся обменяться яблоками. Просто взяли меня, я дал свое яблоко, мне дали. Вот мы обменивались, несколько раз обменялись яблоками. Остались на каждом яблоке десятки отпечатков совершенно разных людей. Мы так и остались при своих яблоках. Просто, может быть, они уже цвет поменяли и так далее. Но если мы обменяемся мыслями, у каждого, уходя из этого стола, будет уже не по одной мысли, а по пять мыслей. Таким же образом, в песне, когда мы учим песни, когда вот написал опять человек песни, мы обменялись этими песнями. У каждого есть пять песен. Поэтому очень важно понимать, что то, что ты делаешь, оно приносит плод. То есть ты сеешь это в чью-то жизнь. Почему я обращаю внимание на каждое слово в песне. Я обращаю внимание на то, какой посыл идет из песни. И я обращаю внимание на тех людей, которые делают продукт, допустим, та же мирская музыка. То есть я обращаю внимание, какой посыл у них. Эти люди имеют иногда высшее образование, но посыл. То есть есть люди, которые думают о том, что они привносят в этот мир. И что именно этот продукт потянет за собой. То есть к чему он призывает людей. Что он несет? Разрушение. Или же он созидает? Учит он? Благословляет? Или он обижает человека? Или он унижает человека? Поэтому очень важно думать над своими песнями, когда ты пишешь, над словами. И мы говорим сейчас о христианах. Конечно же, христиане прославляют Бога. Поэтому делайте как можно больше того, что Бог в вас сложил. Развивайтесь в своих талантах и дарах. Если у вас есть один альбом, это не повод к тому, чтобы остановиться. Потому что должен быть следующий альбом. Вы знаете, год за годом идут. Не останавливается. Год 2017. Мы все знаем, что в конце декабря придет 2018. То есть Бог не решил, что нам достаточно этого года. Приходит следующий год. Меняются поры года. Весна, осень, зима, лето. То есть таким же образом, если этот диск у вас зима, то следующий диск будет лето. Или весна, или осень. Относитесь к этому так. По поводу стиля мы говорили. То есть есть ли смысл пробовать себя в разных стилях? Очень хорошее слово пробовать. Мне кажется, что есть смысл. Иногда, записав один диск вот в таком стиле, как бы человек себя не совсем нашел и слушать или не нашел. Мне кажется, что критики в этот момент могут подсказать, что вот для тебя, вот для твоего диапазона голоса, вот такой формат песни более, может быть, приемлемый. Мне кажется, даже это сработает для второго альбома или последующего. Конечно, ну, я думаю, слово критики такое, любимое слово сегодня, да. В хорошем смысле. То есть я думаю, слушатель. Просто слушатель, он привносит какие-то свои коррективы. То есть у меня есть в каждом альбоме песни, которые любимы большим количеством людей. Вот мне говорят, допустим, с последнего альбома, мне говорят, вот песня «Если» нравится очень много людям. Я говорю, вау, мне очень приятно. Песня «Позови». Ты ожидал, что она будет такая востребованная? Да. Почему? Потому что я назвал альбом «Если». Я знал, что эта песня, она будет работать. И когда я ее услышал впервые, то я расплакался. Я не ожидал такой реакции просто. Мне спела одна автор, и она мне показала эту песню и говорит, вот есть такая вот песня, если тебе она интересна. Я чуть-чуть изменил там, буквально маленький нюанс песни в этой. Слов немножко изменил. Это было тоже очень сложно. Знаете, есть люди, которые пишут, и очень сложно поменять. То есть вот все, должно быть вот так. Оно должно быть круглым, оно должно быть квадратным. Роман, мы можем ее услышать? Мы можем ее услышать? Конечно, она есть на диске. Она есть на диске. Ты заинтриговал на диске. Кстати, возможно, придет момент, когда я сниму на эту песню клип, потому что она очень сильная. Очень сильный потенциал в этой песне. Слава богу. Роман, и все-таки у кого творчество только останавливается на тетради? Твое пожелание. Я бы понимал, что ты уже ответил. Но конкретно, вот скажи, вот вы пишете только для тетради. Это неправильно. Или ты считаешь, ну, не всем же петь? Вот, ну, вот, в принципе, вы сами ответили тем, что сказали. Не всем, наверное, слово всем, слово всегда, слово никогда, оно имеет такое ограниченное значение. То есть слово всегда, слово никогда, слово всем. То есть я думаю, что иногда определенное количество людей, написав там один альбом, они на этом останавливаются, занимаются тем, попробовав. Попробовать можно. Они попробовали, и это не то, да, то есть они занимаются другим делом. Я знаю таких людей, которые начинали с музыки, становились пастырями или становились там евангелистами, миссионерами. И не до музыки потом. Конечно же, те люди, которые этим живут, вот мы сейчас говорим об этом, они записав один альбом, останавливаются, потому что они получают массу критики, они получают массу каких-то неодобрительных там отзывов. Роман, а может быть тот вариант, когда... Они хотят, они хотят дальше делать. И они чувствуют, что это их служение, это их призвание. Но они не хотят записывать там, не хотят делать, потому что это дорого, во-первых. Да-да. Да-да, я вот хочу к этому вопросу опять подойти. А есть ли такая категория людей, которые, может быть, имели какие-то ожидания, что вот запишут они музыкальный альбом, потому что все в церкви спрашивали, есть у тебя альбом, есть? Наконец-то я уже буду говорить, да, есть. И они рассчитывали, что когда в церкви они споют, после собрания им предложат продать диски, там очередь выстроится. Ну, как-то, знаешь, вдохновляет этот момент. Ну, пришел момент, и спели, и поучаствовали, люди благосостояние пережили, купили два диска у них. И вот они пришли домой и думают, а нужен ли второй альбом? Что ты скажешь? Ну, это актуальная тема, очень актуальная. Потому что сейчас диски, они не так работают, как это работало, может быть, там, 10 лет назад. То есть сейчас интернет, и люди все могут скачивать. Ютуб. Да, я сам понимаю, это так, что если тебя вдохновило и благословило то, что ты услышал, то было бы очень хорошо посеять в этого человека. Как можно посеять? Можно купить его альбом. Это даст возможность ему развиваться дальше. Это даст возможность записать следующий. Потому что, как правило, этот альбом, эти деньги для этого альбома, человек берет совершенно не из того, что он получил от этого творчества. Уже заложил. Эти деньги берутся совершенно с другого. И обращаю внимание на определенные иногда ситуации, когда, допустим, я там выступил, у меня очередь, бывает такое стоит за дисками, да. То есть кто-то может посмотреть, вау, вот это, да, сейчас пойдет с деньгами там, продаст диски. На самом деле, вложив энное, там с нулями так нормально, в долларах, количество денег в альбом, тебе их нужно вначале отбить. Есть люди, которые даже берут кредиты там, вот, то есть они ищут деньги. Я слышу такую шутку, юмор. Исполнитель записал альбом, и второй человек спрашивает, ну что, много продал? Первый говорит, ну да, уже машину продал, говорит, дачу продал. Да, 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 есть такое. Много продал, потому что вложил финансы в этот проект, который, ну, все-таки мы христиане, мы верующие люди, мы понимаем, что есть и вещи, которые мы влаживаем, потому что мы хотим трудиться для Господа. Конечно, будет приятно, если какая-то часть вернется, и, возможно, пригодится для второго и так дальше альбома. Но если этого не произойдет, мы тоже понимаем, ну, на все же воля Божья. Кстати, как ты сможешь, когда наши слушатели не покупают CD, а переписывают? Я думаю, что музыканты, услышав мой ответ, они не поддержат меня. Ты что знаешь? Давай. Да, не будут поддерживать мои слова. Ну, мне все равно. Лично мой альбом совершенно все равно. Почему все равно? У меня даже, насколько я помню, у меня есть диск. Ты подписал обложку, что можно раздавать, да? Может быть, нет, я не писал о том, что мои права там трали, ну, в общем, что нельзя это копировать и так далее. Мне кажется, что-то не написано. Насколько, может быть, Дима может взять, не знаю, вот у меня диск лежит на столе. Да мы верим. Да, мне кажется, что я не писал. Мне потом некоторые люди говорили, почему ты не писал. Я думаю, что это не случайно, знаете, нет случайности. Если так произошло, значит, возможно, так можно. То есть, когда у меня лично спрашивают люди, можно ли переписать твой диск, я говорю, пожалуйста. То есть, есть такая фраза, пускать хлеб по водам. Вот, поэтому я пускаю, я делаю то, что я записал, мои песни, они звучат в церквях сейчас, люди поют. Я знаю, что я был в Германии, и поют в церквях мои песни. Мне это очень приятно, и человек говорит, о, это ваша песня. Я говорю, да, это моя песня. Да, вот Инна принесла диск, я сейчас возьму, посмотрю. Мне кажется, что на самом деле там ничего не написано. Ой, хочется посмотреть. Да, посмотрите, ничего нет совершенно, не написано. Поэтому вы можете переписывать. Но... То есть, это нормально, когда человек пришел к тебе и сказал... Это я говорю о себе только. Мы сейчас один диск купим, и вот четыре человека возьмет и перепишет его, да? То есть, это нормально. Понимаете, я говорю о себе. Но, конечно же, в перспективе, в перспективе, для того, чтобы музыкант развивался, конечно же, очень хорошо, и это на мирском уровне, определенные есть лицензионные договоры, там все. А на человеческом уровне, на человеческом уровне, давай так, не будем говорить за какие-то уровни, это нормально, когда мы поддерживаем, покупаем продукцию или переписываем? Это нормально. Это нормально. И переписывать тоже ты разрешаешь. Знаете, когда диски закончились, его нет, вот просто негде его взять. Пожалуйста, возьми, перепиши. Но если они есть, и ты понимаешь, что ты не будешь... Вот это, кстати, не так давно не закончились, да, мне пришлось печатать их снова, поэтому вот в тот момент у меня спрашивали люди, которые хотели диски. Я говорил, не вопрос. Но если они лежат... Шикарная обложка, шикарное оформление. Спасибо большое. Да, все это... Все это, ну, как бы... Только взял, уже приятно увидеть, рассмотреть и заинтриговался. Да, он даже лицензионный, здесь есть даже акцизная марка, все как полагается. Вопрос остается открытым. То есть человек, который слушает, который питается от определенного творчества или проповедника, если он понимает, что он может посеять что-то и благословить этого человека, потому что он получил благословение, и он хочет благословить. Это, конечно, очень хорошее чувство, хорошая традиция, я бы так сказал. Расскажи, пожалуйста, откуда приходит твоя муза? Как ты пишешь песни? Как приходит вдохновение? Может быть, какой-то пример одной песни ты можешь нам рассказать? Да. Могу рассказать. Моя муза приходит из жизни, из отношений. Одно из самых приятных и глубоких переживаний, которые мы имеем на этой планете, это отношения. Отношения, они многогранны, они различны. То есть есть разные люди, это как ходячие миры. То есть есть люди, которые могут нас вдохновлять, есть люди, которые могут нас остепенять в чем-то, есть люди, которые могут привести какое-то свежее дыхание, есть люди, которые нуждаются в свежем дыхании, Которые мы поделимся И которых мы вдохновим Поэтому я верю И для меня это так Меня вдохновляет отношение Я общаюсь с людьми Совершенно разными людьми Я получаю определенный заряд Как правило, конечно же Я выбираю тех людей Которые позитивны Которые имеют цель Которые имеют Что ты имел ввиду? Я выбираю людей Я так сказал? Да Я выбираю людей Хорошее слово Я выбираю людей Из окружения, которые становятся близкими У меня есть право выбора Написано по возможности Имейте мир со всеми Поэтому по возможности Я выбираю возможность общаться С этим или иным человеком Я могу быть В общении со всеми На концерте, после концерта В церкви, на улице Но те люди, которых я хочу видеть рядом Большее количество времени Которые близкие люди Конечно же, я выбираю их И я надеюсь, они выбирают меня То есть, муза приходит от взаимоотношений С правильными людьми От взаимоотношений Да, просто от взаимоотношений Это одна из аспектов Откуда может прийти взаимоотношение Муза Муза приходит, конечно же От любимых людей Это от моей жены От моих детей То есть, общаясь с детьми Я могу понимать Вот, когда У тебя рождается ребенок Ты можешь понять Как Бог любит Своих детей Потому что У тебя появился свой сын Или дочь И то, что тебе раньше говорили Что Бог отец Как можно понять Как он относится к своим детям К нам Только лишь тогда Когда у нас есть дети У нас есть дети И мы понимаем Какое его отношение Вот когда Ребенок там сделал что-то неправильно Разбил вазу Там еще что-то такое Как бы ты не возьмешь там что-то И будешь его бить То есть, это твой сын Или это твоя дочь То есть, все равно Ты смотришь на него Через призму твоего отношения Твоей любви Вот, таким же образом Относится к нам Бог Конечно же Еще для меня Имеет отношение В творчестве В вдохновении То, что Бог создал Природа То есть, цветы Там, лес Поле Океан Вот, как бы Пора года Снег То есть, это все Когда идет снег Это вдохновляет Ты смотришь Ты можешь там Написать песню То есть, это каким-то образом Поры года В общем Все, что окружает Это все Сама жизнь Она является вдохновением Роман, расскажи Как твоя супруга Относится к твоему творчеству Поддержит ли она тебя Вдохновляет ли она тебя На подвиги Родочка Да Да, она вдохновляет меня Она меня поддерживает Да Я благодарен Богу За то, что Даже вот Во время гастролей То есть, она может быть С детьми Она может посвящать Время им И Даже Находясь В такой ситуации Когда она уделяет Там 24 часа Ну вот, может быть Там часов 8-9 Когда они спят Она может отдыхать Посвящает внимание им Она еще Уделяет внимание мне Я вот тут на Вайбер Получаю сообщения Там Благодарности Там Какие-то Напутствия Заказы А заказы получаю Конечно Заказы получаю Подарки должен привезти Да Часто отпускает тебя Да Хорошо Да, слава Богу Ну, несколько таких еще У меня практических вопросов осталось Кстати, я их приготовил очень много Но поскольку мы с тобой можем говорить На каждый вопрос Отвечать Шикарно И Довольно-таки Обильно Я хочу спросить Как ты Твое личное мнение Можно ли слушать Нехристианских исполнителей Потому что Давай мы согласимся с тем Что мы не знаем Этих и авторов И исполнителей И если это безбожники То чаще всего Это, конечно же И блудники И наркоманы И криминалы И так дальше Это весь черный список Я не хочу его перечислять Но И вот эта атмосфера Когда человек слушает Нехристианских исполнителей Эта атмосфера Мы впускаем их В нашу жизнь В наш дом И так дальше Можно ли слушать И кого можно И кого нельзя Я думаю Что вы уже ответили На этот вопрос Что все Что мы слушаем Это входит в наш дом В жизнь И так далее Поэтому Вера От слышания Написана То есть Мы то что мы Ну как Там написано Слышание Слово Божие То что мы слышим То как бы Нас Побуждает верить Формирует Формирует в нас Определенные Стереотипы Там Определенные Характер Определенные Привычки И так далее Поэтому Конечно же Я Не являюсь Таким слушателем Там У меня там есть Какие-то группы Которые там Не христианские Допустим Которые я слушаю И я там Сильно интересуюсь Их жизнью Там Как они там Живут И что они делают Конечно же Я хочу Слушать больше людей Которые служат Богу Но у меня есть Конечно Исполнители Которые качественно поют И которые мне интересны Как певцы Лично Ну как Вообще А их Мало Знаю Но мало И буквально Это Один человек Он православный Как-то ближе к нам Это я узнал от вас Сейчас Кстати И почему я задал этот вопрос Потому что Однажды я Ехал с человеком В машине У которого Были только диски Не христианские Я был в таком Шоке А человек христианин Член церкви Я говорю Как у тебя диски Только не христианских Исполнителей В наше время То есть диска моего Не было у него Не только твоего Никакого не было А в наше время Я считаю Это уже грех Потому что При таком наличии Выбора Не петь мой диск Христианских Исполнителей Просто человек Я просто в таком В шоке был Поэтому я Почему-то Задал тебе этот вопрос Кстати Ты хорошо знаешь Английский язык Откуда Я учу его Поешь по-английски Интервью Даешь по-английски И так дальше Учишь его Продолжаешь учить Я учу Потому что знаю Не так хорошо Как мы Прекрасные друзья И те люди Которые здесь живут Где ты его выучил Кстати Где выучил У меня есть друг Американский певец Его зовут Вейт Спенсер Он известный Христианский певец Да Он известный Но больше В американском Как бы Окружении Конечно Он поет в стиле кантри Он был в Украине И мы имели с ним Вместе концерты Мы выступали И в тюрьмах То есть он тебя пригласил Или ты его пригласил Он был как Missionary Trip В Киеве Миссионер Который приехал А ты ему помогал В организации И по участию Да кстати Одну из поездок Я помогал ему Организации То есть я организовал Его выступление Он выступал В одной из больших церквей В Киеве Он выступал на радиостанции Он был на телевидении В Киеве Он снимал клип со мной В Киеве То есть у нас есть Дуэтная песня Часть он снимал в Киеве Часть он снимал в Америке Ну вот общаясь с ним По скайпу Когда мы с ним познакомились Это может быть Какой-то 2006 Или 2007 год 10 лет Да, да, да И мы вот общались По скайпу Я конечно же за полгода Как жена моя Она видит это все объективно Она помнит хорошо все это Она говорит Что вот Как раз Вейт И был тем человеком Который вдохновил И вложил в меня Какие-то основы Азы там Английского языка Потому что то Что я учил в школе Когда начал разговаривать с ним Он ничего не понимал И у меня был такой опыт Когда я пел еще в группе Гифсиманский сад Вышеупомянутой Это было в Сумах В филармонии Я пел песню на английском языке И оказалось Что в зале сидела Команда американцев Вот Ну такие Американцы-американцы Вот И они подошли Там может быть Их человека 4 было Или 5 И они просто Ооо Good job, man Там тролливали И я Ой, спасибо большое Именно эта песня Вас, да Вот эта вот Ох Мне тоже она нравится А они такой В смысле, какая песня Я говорю Ну вот Вот эта вот На английском Они такие Ты пел на английском? То есть Английский был Это такая история Которую я помню Ну не на том уровне Которую они могут Ни одного слова Кстати, ты можешь предложить Вторую песню Которую ты хотел бы спеть? Какую ты хочешь? Она будет на украинском Я еще пойму У глаз Давай С удовольствием Хорошо Значит Эта песня О любви Написал ее Вадим Калацей Очень уважаемый мною Автор И если Я думаю, что многие Зрители Клавишник Клавишник Норусалима Да Это мой друг Он пастор сейчас У него есть церковь В Киеве И надежда для народов Называется Hope for the nations Как-то так Красиво По-моему Да Или Hope for nations Вот И у него много людей В церкви Много молодых людей Что Сейчас очень Важно Чтобы в церкви Были молодые люди Потому что Церкви, которые имеют Молодых людей Они имеют будущее Они имеют перспективу Эта песня Которую он написал На украинском языке И она Буквально Там может быть Одно слово было изменено Какое-то В ней Беларус На украинском языке Я напишу Твоё имя На дверях Сердце Свого Візьму для цього Фарби неба Скажу тобі Багато слів Які ніхто Не говорив Все це твоє Все це Для тебе Бо краще Ніж ти Немає Бо краще Ніж ти Немає В святі В цілому Святі Дорожче Ніж ти Не знаю Дорожче Ніж ти Не знаю На планеті На всій Планеті В думках І мріях Разом Ми Піднімемось Над хмарами В країну Де Ніхто Ще Не Будь Я Напишу Тобі Пісень Одну На кожу Новий День Вони Твої Вони Для Тебе Бо краще Ніж ти Немає Бо краще Ніж ти Немає Святі В цілому Святі Дорожче Ніж ти Немає Дорожче Ніж ти Немає Святі В цілому Святі Ну і так Дальше Эти слова Можно петь Вечно Потому что Это те слова Которые Я вдохновляю Говорить Мужьям Своїм Жонам Як можна Чаще Щоб Жонам Говорили Об этом Мужьям Потому что Иногда Бывает Такое Что В семьях Принято Сделал Предложение Сказал Что Ты Любиш Человека Один раз Я Щоб Сказав Ничего Не Смешно Я Слышав Такую фразу Типа Я тебе Сказал Что Измениться Я тебе Собщу Если Что То Изменит А так Ты Знаешь Что Я Один раз Кстати Кого Ты Слушаешь Из Исполнителя Буквально За третий Секунд Скажи Из наших Исполнителя Кого Ты Слушаешь Из наших Брикса Я не знаю Кого Слушаю Виктор Павлик Я Выступаю Иногда С Виктором Павликом Мне очень нравится Его вокал Некоторые песни Очень хорошо звучат Еще кто Мне нравится Сложность Вопрос Задал Нет Мне нравится Почти все Кого я знаю Кто служит Кто служит То есть Даже Павлик Он говорит о Христе На таких Больших концертах У меня есть Возможность проповедовать И петь Да Он говорит Он выходит на сцену Говорит Слава Иисусу Христу Иногда для людей Которые там Это странно Ты вспомнил только Павлика Один Павлик Все Да нет Очень много исполнителей И в Киеве И в Украине И в России То есть Надо называть всех Кто Нет Кого вспомнил Оксамита есть Которая служит Очень много Мы делаем с ней проект Живи фест Это фестиваль Который сейчас происходит На уровне Министерства культуры Кстати Какие планы Буквально за минуту Скажи планы Твои до конца года Или вот на следующий год Я знаю Кстати здесь есть Прекрасный Жека Разумный Который записывает альбом Я знаю Что в ближайшее время У него выйдет альбом И я надеюсь Это наш сакраменцовский Парень Герой Жека Разумный Хороший голос Да Мы с ним работаем Минуту у тебя времени Скажи твои проекты Которые ты запланировал Уже сделать С Божьей помощью Да У меня запланирован Рождественский проект Который будет Самый ближайший Да Это в Украине В Киеве Да Уже под патронатами Министерства культуры За сприяние КМДА Это значит Мэрии Киевской мэрии Плюс ко всему Ты ездишь В ангелизации По тюрмах Участвуешь С американскими Миссионерами Сам поешь Так дальше И тому подобное Я езжу в разных проектах Есть такая Global Christian Support Организация GCS Президент Ярослав Малько Является моим другом Близким И я участвую В совершенно разных проектах По всему миру То есть это И Германия И Бельгия И Голландия И совершенно разные Другие страны Словакия Финляндия То есть я много где был Совершенно с разными конфессиями Даже с лютеранскими Христианами То есть у меня буквально В Финляндии Не так давно был тут И было 8 концертов В 6 городах То есть если тебе Дают возможность Проповедовать об Иисусе Христе С большим удовольствием Ты эту возможность Используешь С большим удовольствием И вот на Рождество У нас будет возможность В центре города В Киеве Говорить о Христе Потому что это время У тебя нашлось время С нами сегодня провести Спасибо огромное За приглашение Уважаемые телезрители Мы искренне благодарны За то что вы были Вместе с нами Это время И мы сегодня имели Прекрасный эфир С автором Исполнителем И композитором Роман Ващук Из города Киев Украина Искренно вдохновляем Начинающих исполнителей Двигаться дальше Искренно благословляем Тех людей Которые в служении Так держать И пускай Господь Благословит вас И услышит молитвы ваши Божьи благословения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok